В подарок самарцам в день города грандиозное авиашов. В небе свое мастерство демонстрируют парашютисты и вертолетчики. В финале легендарная эскадрилья Русь Вяземского учебного авиационного центра показывает фигуры высшего пилотажа. Они показывают вам свое высочайшее мастерство. В небе флаг России! Показательные выступления не только в небе, но и на земле. Все навыки рукопашного боя от самарских военных. Поздравить горожан приехали губернатор Николай Меркушкин и глава города Олег Фурсов. 430 лет городу. Это уже очень зрелый возраст. Город, который может гордиться своим прошлым. Город, который формировался в самые тяжелые времена, когда надо было формировать централизованное российское государство и выполнял свои функции с честью. Город, который во время Великой Отечественной войны внес огромный вклад в победу. Я уверен, что мы и впредь будем делать все, чтобы гордились по своим городам. Самара становится краше. И такие качества, как единство, сплоченность, патриотизм, образованность, я уверен, помогут всем нам еще активнее включаться в позитивные преобразования, которые ведутся в нашем городе. Основное торжество разворачивается на площади Куйбышева. Главные вехи из истории Самары на информационных стендах. На выставке представлена копия самарского знамени и награды города. На выставке самарцы могут познакомиться с наградами, которых Куйбышев был достойен ранее. Это орден Ленина 1982 года и орден Октябрьской революции 1986 года. В день 430-летия Самаре присвоено почетное звание «Город трудовой и боевой славы». На сцену поднялись губернатор Николай Меркушкин, герой СССР, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов, чтобы вручить городу почетный знак, грамоту и наградную ленту. Поздравить Самару с юбилеем приехали звезды российской эстрады Лев Лещенко, группа Любе и Полина Гагарина. Завершился праздник на площади грандиозным салютом. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, Василий Колдашов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова